Девушки отдыхают Девушки отдыхают Давай, Шейкс, сделай пробный удар Хорошо Но я вас предупреждал Мы здесь ни при чем Предупредил бы уборщика Жаль, что нельзя отработать удар до матча с Оскарой Посмотрим Идем Поезд приехал Ого Классика Невероятно Идемте Беру свои слова обратно Пусть вулканы извергаются чаще Это еще не лучшая часть Это новое изобретение профессора Очень круто Тренировочный вагон Эм, а зачем нам залезать в вагон? Это вагон для тренировок в поезде Мы никуда не едем, будем в вагоне? Это вагон Поезда Там вы будете тренироваться В самом поезде Не понимаю Ух ты Этот поезд похож на поезд из книги Инспектор фон Спектр И загадка пропавшего поезда Когда за дело берется Клаус фон Кликенхофен Никаких загадок не останется Да, кроме загадки произношения твоей фамилии Я проанализировал результаты сезона Передачи, удары, подборы Мы, Лига Непобедимых, равны почти во всем Поэтому для дерби нам нужен особый козырь в рукаве Крученый удар Именно Ого Мы как будто не движемся Как это работает? Я боялся, что ты спросишь Включить обучающее видео Все очень просто, видишь? Вагон состоит из стальных труб Каждая из которых погружена в жидкость Плотность которой равна плотности салона Плавучесть создает влажность Противостоящую любой силе или ускорению Применяемым к вагону Я спрашивал о тренировке Оу, ясно Активировать тренировку Давай, попробуй До дерби три дня Отработай свой крученый удар И у нас будет преимущество над лигой Целый день расследований И ни одной разгаданной загадки Эм, да Дворецкий сказал, что если проберешься в его купе еще раз Он выкинет тебя с поезда В книгах об инспекторе и фон спектре Их Дворецкий всегда виновен Я знаю, это он сделал Что сделал? Я еще работаю над этим Дворецкий, какая приятная встреча Расслабься, чувак Он просто принес еду Он точно что-то задумал Мой стейк Наконец-то закатка Привет, Шейкс Как тренировка? Выматывает А как у вас дела? Минуточков внимания, пожалуйста Сочный вкусный стейк был украден прямо в этом поезде И один из вас феновен Я не стану называть имен Только профессии Творецкий Простите, у него очень активное воображение Да, и не очень активный мозг Зря я спросил Сосредоточься на отработке крученого удара Лига непобедимых настроена очень серьезно Да, но пока они едут, я тренируюсь У нас есть преимущества У нас есть преимущества Скара! Что ты здесь забыл? Думаешь, только тебя касается дурацкое облако пепла? Если б знал, что ты тут, пешком бы пошел Да, прошу меня извинить, у меня дела Я вижу Что в этом интересном вагончике? Какой любопытный Расскажи Нет Почему? Скажи «пожалуйста» и я подумаю Пожалуйста Иииииии... нет А? А давай сыграем В вагоне-ресторане Кто первый забьет, тот выиграл, если ты... Не испугался? Хе-хе-хе Я уж думал ждать до матча, чтобы обыграть тебя Ха Ну, тогда пеняй на себя, когда проиграешь Гениальный финт от Скарры Хе-хе-хе А-а-а-а Может, стоит сосредоточиться на мяче, а не на глупых комментариях Доигрался, лузер? Простите. Доиграешься. Ау! Похоже, поезд на моей стороне. На стороне победителя. Забудь, Скара! Сюрприз! Динган! Гол! Скара победил! Ты обманщик! Я сказал, что обыграю тебя, но не говорил, что один на один. Ух ты, круто! Неплохо для второсортной команды вроде суперстрайкеров. Что ты здесь делаешь? Ого! Что это? Ты получил, что хотел. А теперь извини. Да-да, спасибо за экскурсию. Я видел всё, что было нужно. Хе-хе-хе-хе. Ладно. День второй. Кручёный. И начинаем! Да-да. Да. Лучше поешь, пока не съел блок. Ну, как дела с крученым? Готов к матчу. Может, Скара и видел тренировочный вагон, но он ничего не знает. О чем ты говоришь? Скара предложил поединок и... Стой. То есть Скара здесь, на поезде? То есть ты не видел Скару и Дингана? Их сложно не заметить. Что бы они ни делали, с ними всегда проблемы. Ничего себе! Мы остались позади! Плохи дела! И они продолжают ухудшаться! Здесь должна быть какая-то аварийная система! Шейкс, дай сюда мяч! У меня идея! Сейчас не время для тренировок, капитан! Тренировка окончена, Шейкс! Пора использовать крученый в действии! По-моему, у тебя идеальный крученый удар, Шейкс! Да! Скара, мы едем за тобой! Есть что-нибудь? Ничего. Не понимаю. Он должен быть здесь. Давайте-ка еще раз. Вы говорите, что парни из Лиги Непобедимых проникли сюда, никто их не видел, они пытались от вас избавиться, а потом просто исчезли. С движущегося поезда! Да. По-моему, ты слишком много общаешься с Клаусом. Не волнуйтесь. Скоро мы разгадаем загадку. Простите дорогу инспектору фон Кликенхофену. Я постал. Приводил усы в порядок. Продолжайте. Знаю, звучит немного странно. Но кому еще нужно от меня избавляться перед важным матчем? Загадка пропавшего поезда оказалась правдой. С помощью логики и дедукции я смогу с уверенностью сказать, что только один человек на этом поезде способен на такое. Поверить не могу, что мы здесь. Шейкс, нужно исключить невозможное. Вроде исчезновение Скара с поезда. Иногда правда кажется маловероятной. Но это правда. Объясни по-человечески. Это сделал Дворецкий. Опять ты? Я же сказал, не брал я твой стейк. Тело уже не в стейке. Дело в... этом. Это крючок из тренировочного вагона. Я не знаю, откуда он взялся. Запомни, Дворецкий. Твой следующий стейк тебе подадут в тюремной столовой. День дерби. Из-за вулкана рейсы по-прежнему отменены. Обеим командам пришлось найти другой транспорт. А вот и супер-страйкеры. А вот и они. Моё лучшее дело. Твоё единственное дело. Дело ещё не закрыто. Матч на Страйк-Оленде. Мак, думаешь, недостаток тренировок скажется на игре команд? Не знаю, будет ли это дерби соответствовать привычному стандарту бренда. И мы начинаем. Похоже, мы ошибались, Брэнда. Шейкс и Скара не подают признаков недостатка тренировок. Более того, они оба в прекрасной форме. Очень сложно сказать, какая из сторон играет лучше. Что, хотел избавиться от меня? Это низко даже для тебя, Скара. Ты газет не читаешь, Шейкс? Это сделал Дворецкий. Других ты можешь обмануть, но я знаю, что это был ты. Докажи. Незачем. Твой план провалился. Кручёный отработан. И я могу это доказать. Надеюсь. О, да. Какой гол от Шейкса. Только первый гол. О, боюсь. Я весь дрожу от страха. Да, я в курсе. Поэтому ты не хотел, чтобы я попал на матч. Умоляю. Я даже не знал, что ты был в том вагоне. Так ты всё-таки был в том поезде? Хм. Прости, Шейкс. Твои подозрения были верными. Всё нормально. Уверен, даже инспектор фон Спектр ошибался. План Скары провалился, и мы ведём. Остальное неважно. Боюсь, всё не так просто. То есть? Скара признался, что он не знал, что ты был в вагоне. А значит, он не планировал сделать так, чтобы тебя здесь не было. Тогда что он задумал? Да, вот так вот. Хе-хе-хе-хе. Лига Непобедимых намерена вернуться на свой уровень. С дороги. Но после Чудо-гола Шейкса у них полно работы. Кручёный. Что? Похоже, одного приёма недостаточно, чтобы разделить две команды. Это мой удар. Он не хотел от меня избавляться. Он хотел украсть мой кручёный. Он отсоединил фокон. Но как он успел выучить удар и приехать вовремя на матч? Похоже, ваша игра только что сошла с рельсов. Изощрённое преступление. Халиби. Умный игрослов. Этот парень не промах. Забив второй гол, Лига Непобедимых решает провести замену. Клаус, линии изменились после того, как прошёл поезд. Но зачем? Потому что Лига Непобедимых ждала другой поезд, чтобы подхватить их и отвезти на игру. Ну, конечно. Это объясняет, как Скара сошёл с поезда. Он вышел через тренировочный фагон. Мы с Растой были близки к тому, чтобы его поймать. Шейкс был прав с самого начала. Скара стоит за кашей в поезде. Прости, что сомневались, бро. Да, но если ты продолжишь так же забивать, мне всё равно, во что ты веришь. Ты раскрыл преступление. А теперь давайте накажем их. Удивительно, как похожи Шейкс и Скара. Они даже используют одинаковые приёмы. Думаешь, они тренировались отдельно или вместе? Нет. Им и на одном поле вдвоём трудно ужиться. Последний шанс. Победят ли суперстрайкеры? Зря Скара так схватил Шейкса. Но для свободного удара слишком далеко. Несмотря на способности Шейкса. Для Лиги Непобедимых достаточно и ничьей. Не понимаю одного, Скара. Как ты подкинул крючок из тренировочного вагона в купе Дворецкого, если ты сбежал? Легко. Крючок был последним кусочком пазла. Но игра не повернулась в нашу пользу. Хм. Крючок повернулось. Потрясающе! Еще один новый удар от Шейкса! Скара может украсть твой удар, но не твою креативность. Ха-ха-ха. Да, подготовка – это хорошо, но иногда нужно жить моментом. Как ты придумал новый удар? Эту тайну я оставлю при себе. Не хочу, чтобы Скара снова что-то разнюхал. Кстати, о тайнах. Где Клаус? Ладно, здесь чисто. Испортим эту штуку перед тем, как нас вышвырнут. Но здесь так классно. Как будто мы и не движемся. Потому что мы и не движемся, идиот. Мы же стоим. Здесь здорово. Мы можем ехать со скоростью 150 км в час. И даже не чувствовать этого. Наконец-то этот закадочный поезд исчез. Вместе с обвиняемыми. Спасибо за помощь, инспектор фон Клу. Можно просто, Клаус. Эту парочку ждет тюремная камера. Только сначала мы отпустим дворецкого. О, да. Скажите ему, что мне шаль. Не волнуйтесь, мы тоже на него думали. Да. В рассказах об инспекторе фон Спекторе дворецкий всегда виноват. Всегда виноват. Стойте. Вы знаете инспектора фон Спектора? Вы шутите? Это именно из-за него я стал агентом Суперлиги. И я тоже. Да бросьте. В нашей штаб-квартире висит его постер. Да. Мы фанаты. А вы знаете песню инспектора? Знаем. Знаем. Инспектор фон Спектор. Главный директор. У него есть стиль, у него есть класс, а усы просто тасс. Да. Последний этап моего плана. Сбросить этих милых зверушек. Вулкан! Говорят разговоры с самим собой. Первый признак безумия. А пойти против нас, если честно, может только сумасшедший. Страйкеры! Как вы сбежали от моих акул, ниндзя? Неважно. Вы опоздали. Отсчет уже пошел. Миньоны! О-о-о-о! Игра окончена, Шейкс! Ха-ха-ха-ха! Кажется, ты забыл о дополнительном времени. Нет! Ладно, чуваки. Официально заявляю, мы очень крутые. Страйкеры. Кинозвезды. Суперстрайкеры дебютировали в приключенческом фильме «Атакующая команда». Критики жаловались, что ленту так же тяжело проглотить, как старый Крекер. Но картина — лидер проката. Если всё будет так, «Атакующая команда» станет крупнейшим блокбастером после «Песчаной бу...». О, мы же смотрим! Да, он не перешёл к лучшей части. Ко мне! Я рад, что вы насладились перерывом, но пора вернуться к делам. Наш первый матч с султанами. Всё усложняет то, что на Ближнем Востоке невыносимая жара. Ха! Что дождь, что солнце! Мы всё равно разгромим! Точно, Кулджо. Перед тем, как так говорить, посмотрите на это. Железный танк — сильнейшая команда Суперлиги. Но даже мускулистый «Алпайн» не может справиться с обжигающим восточным солнцем. Султаны не проигрывают уже 15 матчей подряд на своём поле. Поздравляю вас с очередной великой победой! Спасибо, Лына. Железный танк — хорошая команда. Но под солнцем пустыни мы непобедимы. И мы снова докажем это в матче с Суперстрайкерами. Это слова капитана Султанов. Посмотрим, что скажет об игре Йохан Убер. Капитан уснул на рабочем месте. Увидимся в секретном тренировочном центре в 9.00. Султаны уступают по навыкам и таланту. Но это не важно, если мы не продержимся 90 минут. Мы поняли, тренер. Ясное дело. Беллор! А почему это 50 минут? Ты это серьёзно, чувак? Единственный способ играть в таких условиях — это экономить энергию и ждать подходящего момента для удара. Получай! Неплохо, но всё-таки недостаточно. Страйкеры! Что не так, тренер? Вам не понравилось? Вы должны отрабатывать пасы, а не сцены боя. Но наши фанаты теперь ждут стильной игры. Да! Это не кино. Вы же должны учитывать климат в этом месте. Тренер прав, парни. С таким футболом на жаре мы не продержимся и 5 минут. Некоторые не созданы для шоу-бизнеса. Да, босс? Ты говоришь? А ты ещё кто? Я дублёр Эль Матадора. В кино. У него много важных мероприятий, и он нанял меня, чтобы я его выручал. И какое мероприятие занятой человек посещает сейчас? Загорает? О! Это бесполезно! Атакующая команда! Эль Матадор лучший! Атакующая команда! Эль Матадор лучший! Атакующая команда! Ты знаешь, что в песне есть другие слова! Правда? То-то я подумал, что текст однообразный. Берегитесь, султаны. Мы летим. Так. Вы скажете, почему мы вылетели на день раньше? И испортить сюрприз? Нет уж, спасибо. Суперстрайкеры, добро пожаловать на землю султана. Атакующая команда популярна здесь. Правда? Тогда нужно подготовиться ко встрече с фанатами. Возрадуйтесь! Ваш герой прилетел! Где мы? Оставшуюся часть пути мы пройдем по земле, чтобы вы привыкли к жаре. Более того, не отвлекаемся. То есть никаких игр, телефонов и, наконец, никаких дублеров. Нееееет! Спасибо. Прощай, Эль Матодублер. Что бы ни случилось со мной в пустыне, я хочу, чтобы ты не забыл... Зайди в прачечную. Чуваки, я уже вспотел! Хорошо. Еще пара дней, и вы все приспособитесь к жаре. Да, читал я ту книгу о Тин-Тине. И воды нет, чтобы напиться. И негде скрыться от палящего солнца. И никаких ориентиров для верного пути. И никаких спа-центров. Никакой защиты от... Бандитов-кочевников. Да, в пустыне полно опасностей. Ха, ну атакующая команда справится со всем, верно? Поверьте, вам не о чем беспокоиться. Мы уже пришли? Нет. А сейчас пришли? Нет, друг. Мы пришли? Нет. Ладно, ладно, потерплю еще немного. Мы... Нет! Почему мы остановились? Налетчики, здесь опасно. Я кофарил. Ха, слухи, мифы и легенды. Нет, нет, это все правда. Нужно немедленно вернуться. Да, вернуться, раз умное решение, да. Единственное, куда нам нужно, это на матч. А как же налетчики? А, просто глупые подозрения. А, тренер? Тихо! 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 Налетчики в пустыне, извините нас за громкие крики. Кто? Кто вы? Я ваш большой фанат, суперфанат. Атакующая команда, мой любимый фильм. Кажется, ты забыл о дополнительном времени. Ха-ха-ха-ха. Ну вы даете, ребята. Что вам от нас нужно? Ну, я услышал, что вы здесь и подумал. Эй! А как насчет товарищеского матча между суперстрайкерами и налетчиками? Отличное место, да. И почему мы должны играть с вами, чувак? Да. Смотрите. Тренер! Помните, что я вам говорил? Экономьте силы, удерживайте мяч. И ждите подходящего момента для гола. Вопросы есть? Хм, да. У вас голова не кружится? Просто следуйте моему плану по сохранению энергии. Не волнуйтесь, тренер. У этих любителей нет ни одного шанса. Да! Мы покажем им, как играют настоящие суперзвезды. Стойте! Думаете, этот сутья сорвался с цепи? Да. Лучше его не дразнить. Думаете, у них один и тот же тренер? Мудрец сказал, если собака лучший друг человека, я не хотел бы встретиться с нашими врагами. Ладно. Хватит. Пора показать этим кочевникам. Я же велел играть просто. Ха-ха-ха-ха-ха! Вперед, чувак! Ру-ру-ру! Давайте, парни. Один-ноль. Это мало. Да. Нужно гораздо больше, чтобы побить атакующую команду. О, я не чувствую свои пальцы. Как эта игра окончена? 90 минут не прошло. Видимо, это собачьи минуты. Охрана! Схватить их! У меня появилась идея. Атакующая команда 2. Игра окончена. Ха! Гениально! На то я и король. Да. Да. Мы проиграли. И я расстроен. Повсюду здесь вонь. Как от мотина Кальматодора. Эй! Он хочет сбежать от твоего пения, Кулджо. Сейчас не время для ссор. Конечно, ситуация плохая. И, признаю, отчасти это моя вина. Но чему мы научились? Что нельзя играть в высокий, психологический, приключенческий футбол в центре пустыни. Именно. Так что в следующий раз мы будем готовы к жаре. Если будет этот следующий раз. Мистер охранник! Эй, как ты выбрался? Я никогда не был так рад тебя видеть. Да, я тоже. Отлично, приятель. Круто, чувак. Ты лучший, бро. Ты забрал мою одежду? Эй, Эль Матадоро. Да. Идем. У нас же игра. Матч на Оазис Пэлэс. Супер-страйкеры против султанов. Будет жарко. Ну, не жарче, чем в комментаторской будке, Брэнда. Эта игра не ради свободы, а ради гораздо более важного. Ради очков Суперлиги. Ничего, тренер. У меня есть прием, который приведет к победе. Тренер, я шучу. После того, что с нами случилось в пустыне, вы издеваетесь? Да, не волнуйтесь, тренер. На этот раз мы будем следовать плану. Это точно! Раз, два, три. Супер-страйкеры! Помните, ребята, экономьте энергию. Слишком поздно, чувак. Думаю, я уже потратил всю свою энергию. Говорят, если навыносишь жару, готовься к проигрышу 5-0. Никогда такого не слышал. И мы начинаем. Мяч у страйкеров. Раз топасует Тайгеру, он покажет нам торнадо. Скорее, это легкий бриз, Брэнда. Для такого дня бриз — это отлично. Но речь о Суперлиге. Пора показать магию страйкеров. Следуй плану, Шейкс. Ну ладно. Сдавайся, Раста. Рано или поздно мы сотрем вас в порошок. Супер-страйкеры владеют мечом, но будто не хотят атаковать. Заканчивается первый тайм. Пока ничья. Такая скукотища. Кто-то должен сказать страйкерам, что они пришли играть. Ну, их тренер известен необычными стратегиями. Может, это такой тактический ход? Узнаем это во втором тайме. Отлично, парни. Вы хорошо справились. Но мы не забили гол. Вы же не хотите ничью, да? Не волнуйтесь. Это часть моего плана. Теперь я хочу, чтобы во втором тайме вы... Уже второй тайм. И страйкеры пока противостоят жаре. Я говорю, я хочу, чтобы кто-нибудь выключил жару. Подожди немного. Подожди еще. Ха, чего же вы ждете, супер-страйкеры? Султаны продолжают контратаку. Султаны показывают талант страйкеров. Султаны выходят вперед, забивая впечатляющий гол. Смогут ли страйкеры изменить ход игры или игра султанов слишком обжигающая? Какой-то странный план. Не волнуйся, Шейкс. Тренер знает, что делает. Даже когда нас схватили налетчики? Мы все знаем, что тренер не виноват. Просто доверься ему. Страйкеры заставляют султанов побегать. Ха, может, страйкеры уже сами не могут бегать. Страйкеры, пора. Ха-ха, думал, вы никогда это не скажете. Ух ты, ждали до последних минут, капитан. Ух ты, супер-страйкеры наконец оживились. В какую сторону? Я не скажу, и ты не узнаешь. Смотри, как красиво. Эх, оле! Султаны не могут противостоять таланту страйкеров. Похоже, они забьют все мячи за последние четыре минуты. Супер-страйкеры сделали это. Вот это поворот. Так можно спастись от жары. Ха-ха-ха. Ты лучший тренер. Да, экономия сил сработала. Как вы и говорили. Без моей команды у меня бы не получилось. А, спасибо, тренер. Не без вас. Без них. Что здесь происходит? Вы были слишком заняты кино, чтобы слушать мои инструкции. И я подумал, что настоящие приключения вернут вас к реальности. Значит, налетчики... Это актеры. И они работали на меня. И ты, Эль Матадублер. Угу. Тренер предложил мне роль. Я не мог отказаться. О, секундочку. А как насчет того замка? Ведь не вы же его построили. Ну, он там уже был. Пришлось сделать перерыв в съемках «Песчаные бури 2». А? Ха-ха-ха. Да, ты тоже, Руфус. То есть мы потерялись в пустыне. Нас похитили и заперли в жуткой тюрьме, чтобы просто преподать нам урок? Но это... Это... Это шоу-бизнес, детка. Матч «Орион» против суперстрайкеров на соккер-сфере. Похоже, мы видим настоящую стратегическую битву, Мак. Вот именно, Бренда. «Орион» использует проверенную технику черной дыры в центре поля. Но суперстрайкеры не попадаются. Они удерживают позиции и изнуряют «Орион» молниеносными контратаками. Вот так вот. Ха-ха-ха. Получите, распишитесь. Бесплатный удар. А-а-а. 60 минут позади. Чтобы выиграть этот матч, нужно сделать нечто особенное. Мак. И у гениального тренера Блэка есть кое-что особенное для «Ориона». Он быстро получил репутацию футбольного гения. Пятый. Сколько раз тебе говорите? Я слышу, что у страйкеров есть свой футбольный гений. Отвратительно. Хм. Немного этого. Всего капля. И крошечная капелька вот этого. И... Да. Я наконец-то сделал это. Ммм. Вкусно. Посмотрим, как там матч. М-да. Мои расчёты верны. Всё идёт по продуманному плану. Ну... Что? Суперстрайкеры. Небо-предел. Но... Но... Это невозможно! Невероятно! Орион перестроился на... Эм... Я не знаю, что это. Держите их! Орион снова меняет позиции! Откуда вообще взялись эти схемы? Без понятия. И, похоже, суперстрайкеры тоже без понятия. Не понимаю. Эти схемы такие хаотичные. Какова формула? У меня нет гипотез! Тайгер, бери того в центре! Какого именно? Того! Если я проанализирую схемы с помощью машины, я точно смогу... Если... Или, может... Это бесполезно! Мяч у Ориона. Опасное положение. Страйкеры пытаются их догнать. Гол! Орион просто не из этого мира. Какие комментарии, Дэнсинг Раста. Орион... Бился... Словно лев. Да... Спасибо. Поздравляю с прекрасной победой, тренер Блэк. Спасибо, Лина. Сейчас все задаются вопросом. Как вы придумали все эти странные новые схемы? Ну, я мог бы сказать. Но это за пределами вашего разума. Одеть бы ему на голову ведро с водой. Забудь о нем, Эль Матадор. Профессор наверняка уже пытается выяснить, что это было. Да, ребята. Если кто и может расшифровать код. Код Ориона. Это профессор. Профессор. Профессор-гений. Профессор-настоящий мастер. Как это вас уволили, профессор? Эксперимент был прерван. Я не смогу закончить перерасчет траекторий. Но почему? Я считаю, что если я не могу раскрыть схемы Ориона, я бесполезен для клуба. Мир так жесток. Все нормально. Было здорово. Смотрите, мой гель для расслабления мышц. За него я получу первую награду за инновации в спорте. Самозавязывающиеся бутсы. Всю ночь над ними работал. А это что? Крошечный компьютер? Лента с GPS? Это мой степлер. Ну, степлер. Для бумаги. Клик-клик. О, что же дальше придумают? Это безумие. Вы гений тактики. И вас увольняют за один плохой матч? Как же мы взломаем код Ориона без вас? Спасибо, Шейкс. Но ты ничего не решаешь. Да, я это не решаю. Но я не собираюсь это так оставлять. Я да. Что? 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 Тренер, как вы позволили им уволить профессора? Мне жаль. Я сделал все, что мог. Но он нам нужен. Ты мне это рассказываешь? Он мог бы помочь мне проанализировать схемы Ориона. А? Я никогда такого не видел. Я тоже. Должна быть схема. То, что связывает их вместе. И нужно понять это до следующего матча с Орионом. А если не поймем? Тогда у нас нет шанса. После проигрыша страйкеры играют, будто хотят что-то доказать. Точно, Мак. Может, у Гидры есть плавающий стадион? Сейчас они еле выплывают. Это моя шутка. Гидра не может найти... Баланс? И суперстрайкеры... Топят Гидру одним ударом. Эй! Не читай мои заметки! Отличная работа, парни! Молодцы! Ха-ха-ха-ха! Дай пять! Дай пять! Молодцы, парни! Вот так мы даем сдачи. Точно, Раста. После удара мы возвращаемся еще сильнее, чем вы могли представить. Надеюсь, теперь все забудут о коде Ориона и сконцентрируются на том, какие мы крутые. Итак, суперстрайкеры, готовы ответить на вопросы, мучающие всех? Конечно, Лина. Как вы планируете разгадать код Ориона без профессора? Мы найдем способ... как-нибудь. Есть варианты? Ничего, что... можно обсуждать. Эм, привет! Не хотите задать вопросы о матче с Гидрой? Мы играли 30 секунд назад. Да, конечно. Думаете, этот матч помог вам подготовиться к матчу с Орионом и коду? Съешьте мои черты, вот так! Новый феномен потряс Суперлигу, и это код Ориона! От адмирала фон Пушапа железного танка до Винца Лиги Непобедимых. Величайшие умы одержимы раскрытием секрета загадочных схем. Будем тренироваться весь день! Ха! Этот код Ориона всего лишь грязный трюк. Почему не я его придумал первым? Будем тренироваться всю ночь! Я дам миллион долларов тому, кто взломает код Ориона! У вас есть мозги? У меня есть баксы! Будем тренироваться всю неделю! Я считаю, что код Ориона скрыт на этом старом снимке. Сначала складываете количество полосок на их носках, затем умножаете их на количество игроков с повязками, вычитаете количество усатых игроков и число пи! Хм, пи! Будем тренироваться весь год! Больше глупостей в жизни никогда не слышал! Ах, у меня уже голова болит от их кода, чуваки! У этих команд хотя бы есть план, да? Как и у нас. Я записал все схемы Ориона в этом сезоне. Все приемы Ориона? Каждый прием, и мы их выучим! Все приемы? Их ведь много, тренер! А вот и остальные. Но матч уже завтра, тренер! Тогда вам лучше приступить к учебе. Я больше не могу! Это ничего не даст! Знаю это скучно, Шейкс, но другого пути нет. Но вся Суперлига взламывает код Ориона несколько месяцев. Как мы это сделаем за несколько часов? Да, нужен безумный гений, чтобы взломать код Ориона до игры. И я знаю одного такого. Привет! Профессор? Вы здесь? Гавайская пицца с носком? Так себе! Профессор? Может, его здесь нет? О, Шейкс, мой главный игрок. Что случилось? Профессор, что здесь такое? Я просто смотрю любимое реалити-шоу. Подсказки Суперлиги. Оно классное. Подсказки Суперлиги? Да. Тебе стоит увидеть отпуск Кулджо в Альпах. Очень стильно. Сечешь? То есть, вы сдались и больше не разгадываете код? Эм, я был очень занят несколькими проектами. Например, исчезновением пиццы? Хм! Это автоматическое кресло для ленивых. Все в одном. Посмотри на все эти функции. Я добавил качание. О, конечно, недочеты. Пока еще есть. Бросьте, профессор. Это не вы. Вы – величайший ум, который знала Суперлига. Разгадка кода Ориона где-то рядом. Хотите остаток жизни спать под старыми коробками от пиццы? Или хотите быть человеком? Нет. Героем, который взломал код Ориона. Закат над Страйколэндом. И весь мир все еще бродит в потемках, пытаясь разгадать код Ориона. Итак, парни. Вот и все. Теперь забудьте о коде Ориона. Да. И забудьте о профессоре. Если, конечно, вам не нравится старая пицца. Мы усердно тренировались и выучили все схемы. Думаешь, мы сможем победить, Гаста? Победим или проиграем. Но мы должны показать Ориону, что Суперстрайкеров тяжелее взломать, чем любой код. Раз, два, три. Суперстрайкеры! Игра началась. И Суперстрайкеры неплохо справляются со странными комбинациями Ориона. Но смогут ли они продержаться? Ведь у тренера Блэка схемы не заканчиваются. Схема три! На позиции! А это работает! Ты правда думаешь, что сломал код? Ты даже не на поверхности. Что ж, вы видели мой особняк, мою танцевальную студию и джакузи в форме моей прически. Так и есть, Кул Джо. Но мой настоящий дом здесь. Куда бы я не отправился или сколько бы машин не купил. Здесь мои братья. Раста, какая это схема? Никакая. Это что-то новенькое. Где они только их берут? Гол! Нет, нет, нет. Это бесполезно. Я не могу. Схемы нет, они все хаотичные. Прости, Шейкс. Даже если разгадка кода Ориона где-то рядом, я никогда ее не найду. Ах, пора бы и расслабиться. Я уже начал видеть звезды. Стойте. Может... Шейкс, ты гений. Эврика! Срочно настройка, Лэнд. Скорей! Перерыв. Супер-страйкеры проигрывают 1-0. Смогут ли игроки взломать код? Или сами сломаются под давлением? В любом случае, Брэнда второй тайм нас впечатлит. Тренер ведь придумает план, да? Он всегда придумывает. Смиритесь, парни. Нам его не взломать без... Профессор? Что вы здесь делаете? Ну, ты был прав, Шейкс. Разгадка была где-то рядом. И речь идет о космосе. Профессор сам как с Луны свалился. Вы не поняли? Их секретные схемы основаны на созвездиях. Как их название? Орион. Пояс Ориона. Скорпион. Южный крест. Звезды? Ого! Улёт! Действительно, улёт. И сколько там комбинаций? Эм... Шестьдесят или вроде того. Ага. Шестьдесят? Как мы выучим их за десять минут? Каждый выучит по паре схем. Разделяй и властвуй. Мы ведь справимся, верно? Да! Второй тайм. И если я не ошибаюсь, знакомое лицо в тренерском штабе страйкеров. Но рано радоваться. Страйкеры или на коне, или в пролёте. Это Скорпион. Правый фланг. Хм. Ого! Вот негодяи! И теперь страйкеры ринулись в атаку! И в какую атаку? Гоу! Гоу! Ууу! Там гол. Я вижу. Я не слепой. Нет, глупый. Твой кроссворд. Ситуация взятия ворот. Гоу! Двадцать семь. Эт отельец. Эй! Хе-хе! Бык! Тринадцать. Близнецы! Ю-ху! Вот это поворот! Страйкеры знают все комбинации Ориона! Следующее. Ра-ра-ра-ра! Ох! Звёзды говорят, что у вас большие проблемы. Хе-хе-хе. Да? Ну вот. Тридцать два. Это моя. Но как она называется? Это... Почему я не могу вспомнить? Не переживай, мучачо. Все эти созвездия тоже вылетели у меня из головы. Эль Матадор, точно! А? На что он смотрит? Хе-хе-хе. На разгадку. Раста! Кулджо! Это лев! Гениальная игра защитников-страйкеров. Ну вот, Шейкс, время сиять! Гол! Гол! Суперстрайкеры разгадали код Ориона и сделали это в своём стиле. У-ху! Да! 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 У-ху! У-ху! Профессор, вы смогли! Спасибо, Шейкс. Кто же стоит за успехом страйкеров? Поклонитесь, профессор! Что не так, профессор? Да, это ваш момент. Сейчас не время вздыхать. Ты прав. Я буду скучать по этому. Нет, не будете. Ха! Откуда вы... О, стойте! То есть... Я разговаривал с руководством. С возвращением Суперстрайкеры. То есть вы взломали мой код? Да. Видимо, это я. Хм. 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 Я рад иметь достойного противника. Но Вселенная – странное и сложное место. Однажды я найду стратегию, которой не сможете противостоять даже вы. Ха! Мечтаете, Блэк? Ха! Точно, Шейкс! Ничто не скроется от профессора! О, нет! Я совершенно забыл! Я забыл выключить печь! Его ждёт пицца с добавлением уголька! Но это покруче пиццы с... Носком! Простите, я сейчас... Ха-ха-ха! 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 Ха-ха-ха!